Субтитры создавал DimaTorzok Учитель. А когда Вы закончили среднюю образовательную школу? Я закончила в 11 лет. В 11 лет? Эту школу, да? А сколько Вы в этой школе учились? До этого... Вообще я пришла сюда в 10 лет. И через год Вы закончили эту школу и стали... Почти через два уже. Почти через два. Да. У Вас есть свои ученики? Да. Самый младший НПО, ну как, по возрасту. Это Сенегорий. НПО Сенегорий. Я в нем работаю без состава. Приятно работать вообще вот с младшими коллективами, потому что видишь в них всю искренность, все вообще вот настоящее, что есть у нас. Вот так. Очень приятно всем. А как Ваши ученики Вас воспринимали? Воспринимали? Ну, кто вообще приходил в центр, они сначала на меня смотрели так недоумением. Как это так? Что такого педагога им подсунули, да? Такого глупоглазого и такого же, как они, да? И все-таки потом понимали, что Вы знаете немножко больше, чем они, да? Да. В моем вообще вот, где я работал, это в Сенегории. У нас очень хорошо получается вообще работать с физикой, потом получается с математикой очень хорошо мы ее быстро осваиваем. Вот Петр Щетинин у нас есть, которому сейчас уже 8 лет. Вот он вообще очень сильно хорошо знает химию, очень особенно, да. Трудно сразу определить, чем занимаются эти дети. Если не заглядывать в тетрадки и на доски, трудно угадать, что здесь идет постижение математики. Так не похожи эти занятия на обычные уроки. И, может быть, самое главное, так не похожи эти отношения, сложившиеся веками, давлеющие над ребенком, как рог, разделяющие на тех, кто знает и тех, кто пока не знает, но хочет получить знания. На наши вопросы отвечает директор Центра образования Михаил Петрович Щетинин. Здесь происходит в основном попытка встретиться. Если удастся встреча, то они должны выполнить задачу за три девятки освоить курс средней школы математики. То есть один из классов за 10 дней. Такая стоит задача. Это случится с теми и в том случае, когда и кто сумеет встретиться с тем, кто владеет этими знаниями. Это зависит от открытых непосредственных отношений. Когда полевые структуры просто в соприкосновении считывают информацию друг с другом. Это известно наблюдение в народе, когда любящий понимает с полуслова. То есть еще не сказал, он уже понял. Вы видите, здесь делается все, чтобы они были вольны, свободны, чтобы они были взаимоплечены. Здесь они могут спокойно задать любые вопросы, подниматься, входить в систему отношений. Важно сохранить отношения. Здесь очень важно, чтобы ребенок работал на отношения. И тот, кто организует процесс, тоже на отношения. Поэтому мы снимаем тормоза. Тут, видите, нет возраста. Мы вообще понятие как-то возраста стараемся не употреблять. Для нас это очень важно. Вот обратите внимание, здесь учителя как бы сливаются с учениками. У них задача освоить курс средней школы за эти 10 лет, с тем, чтобы потом коллективно преподавать, уже выходить на всех. Вот посмотрите, видите, здесь очень важно, что они все живы. Они все открыты, включены. Здесь нет, что кто-то сидел, как мумия, замерев. Они живые, живо реагируют. И здесь очень важно не допустить мысли, что они не знают. Вот если только кто-то из объясняющих будет думать, что они не знают, вот у него ученики будут не знать. Самое основное вступить с ними в отношения по поводу, скажем, решения задач. А уже обучение идет как бы само собой. Чтобы не сконцентрировать внимание на обучении, на запоминании, надо продвигаться к решению задач, надо отвлечь их мысли от того, что они учатся, а направить мысли на решение задач. И тогда они сотрудничают по поводу решения задачи. Они перестают чувствовать, кто ученик, кто учитель. Они сотрудники, и в процессе решения сдачи обретаются необходимые знания. Фактически воспоминания о забытом. Человек знает все. Поэтому очень важно, чтобы то, что делают они, имело бы непосредственное отношение к людям окружающим. То есть они сейчас учатся не для себя, это очень важно. Они все озадачены тем, что это надо освоить, чтобы передать. Если уж они чему-то учатся, то это учатся в постижении работающего с ним человека, понимать его душу, его устремления, его мысли. То есть не математика здесь важна, а человек, постигающий математику. И потом, и опять же, не математика ради самой себя, а движение к истине через нее. А задача необходима человеку, необходимо мироустройству, необходимо моей родине. И чем масштабнее мотив, ради чего, тем успешнее идет процесс продвижения в области знаний. Вот тут атмосфера искренности должна быть. Здесь не должно быть обид, раздражений, то есть снятие напряжений. Здесь не должно быть коррекции, не так. Слово «не так» вообще отсутствует. Ни в коем случае так, а может таким образом, очень хорошо. А если вот так посмотрим, то есть дополнение, дополнение. И тогда он в потоке находится, он не чувствует, что он не знает, нет препятствий. Он продвигается очень быстро к цели. Русские не обозначают плохим словом. Вообще древние люди, я думаю, любых народов, не обозначали плохим словом какое-то явление. Нет отрицания другим словом, да? Да, то есть нехорошее не обозначали, оно не существует. На нем надо фиксироваться точно. И поэтому словесный ряд, те, кто работает с ними, должен быть очень такой глубокий. Не должно быть случайных слов, отвлекающих от мыслей. Слова взвешены, согреты чувством. Все это имеет значение. Вот если все это будет выполнено, тогда и задача будет выполнена. Меня зовут Анна. Я приехала из Курской области, из города Железногорска. Мне 14 лет. 15. Вот узнала про школу тоже из фильма. Еще фильм очень старый, 99-го года. Вот. И решила приехать. Ты давно здесь? Ну, уже 3,5 года. Ну, то есть ты до этого в простой школе училась? Да, в простой школе, 6 классов закончила. И как тебе 6 класс в той школе, 10 мм, в этой? Разница большая была? Очень большая. Получилось так, что я приехала, и уже за год, то есть 6 класса, за год, получается, я закончила 11 уже здесь, на базе школы. Вот, что ступила в русском. Что же тебе мешало в родном городе так быстро учиться? Сама система образования, которая была у нас в школе, и, в принципе, сейчас бытует везде. Вот. Просто изначально я, конечно, приехала сюда просто учиться, да? То есть как обычную школу. Я просто совершенно не знала, что здесь. Вот. Но со временем я поняла, что на самом деле это важная работа именно на новую систему образования. То есть я уже чувствую себя сотрудником и разработчиком именно вот нового чего-то. Ты закончила школу? Да. Сколько? Два года назад? Да. И дальше ты? Поступила в университет педагогический, то есть чтобы уже полноправно. В какой? В Набережной Челнинский. Ага. Ну, ты Челны там, а ты здесь? Да. В заочнице? Да. И сейчас учишься? Да. На третьем курсе. И правильно пропадаешь? И здесь ребятам пропадаешь? Ну, конечно. Ну, конечно. Здравствуйте. Вы сейчас дежурные по крыльцу? Да. А вообще вы, по-моему, любите математику? Да. И физику. И физику? Да. А все-таки что ближе, математика или физика? Ну, так как наша НПО разрабатывает физику, физика ближе. Физика ближе? Да. А вот вы чувствуете, что есть связь между этими двумя дисциплинами, математикой и физикой? Да, между ними есть связь очень большая. Потому что, как вот в физике, там нужны вот вычисления математики. Так что физика без математики, это, как сказать, оно целое. И физика, и математика, это науки, которые смотрят наше мироздание. Наше мироздание, как один большой кристалл. И вот физика, и математика, и все науки, это его грани. Что с которым мы смотрим на этот кристалл. Вот скажите, с точки зрения математики, я знаю и убеждена в том, что дважды два четыре. А с точки зрения физики? С точки зрения физики дважды два четыре никогда не будет. Потому что с точки зрения физики, дважды два четыре, это будет 3,974 тысячных. Потому что, когда два народных тела, любых, они вот тогда соединяются, нужно, чтобы энергия выделялась. А эта энергия выделяется с массы. По закону сохранения массы. Значит, по физике дважды 2-4 не будет? Не будет. А что вам кажется до сих пор загадочным в физике? Загадочным в физике, мне кажется, элементарная частица. Это истинная элементарная частица. Потому что, вернее, строение ещё неизвестно никому. Учёные до сих пор не могут рассмотреть. Вот один учёный сказал, что как учёные смотрят на это с логической стороны и мыслят умом своим, то это невозможно подстегнуть. Там надо думать сердцем, чтобы постичь ещё минуту, дальше физику. Ещё я бы хотела сказать, что у меня есть такое свойство, я умею человеку определять биополе и разговаривать с деревьями и растениями. Разговаривать с ними. И это приносит радость? Да. Это и тем людям, которых я определяю биополе, они так после этого рады. Потому что они знают уже, что они несут другим людям. И когда у вас этот дар открылся? Он у меня открылся месяц после того, как я вернулся. Пошёл сюда в центр. Сейчас вам сколько лет в этом колене? Мне в этом колене 13 лет, а так на тысячелетие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok